Анатолий Голубков Экс-игроки Байкала «Энергия» Максим Гавриленко и Станислав Ибрагимов Сергей Катугин из столичного «Динамо» Александр Степанов из «Волги» и Виталий Усов из «Динамо» Казани Все они хорошо знакомы главному тренеру старта Алексею Дьякову И уже сейчас он пусть пока и осторожно Но предположил, что в предстоящем сезоне команда порадует своих болельщиков Я думаю, что в этом году мы покажем продуктивный хоккей, хороший хоккей Можно сказать, где нам в этом году не хватало остроты в нападении В этом году мы приобрели хороших нападающих Я думаю, что будем очень много забивать И пришел к нам Анатолий Голубков Я думаю, будем меньше пропускать Помимо озвученных игроков Старту в новом сезоне должен помочь и второй в истории команды «Легионер» Уже в августе к нам присоединится шведский игрок Патрик Йоханссон Он, по сути, является воспитанником Алексея Дьякова И еще во времена работы нижегородского специалиста в Скандинавии Этот игрок озвучил свою мечту – поиграть в российской суперлиге Так что к нам Йоханссон едет не за длинным рублем, а за мечтой И ничуть не меньше играть за старт мечтал и воспитанник Нижегородской школы хоккея Егор Дашков В прошлом сезоне он уже отыграл пять матчей за основной состав Нужно проявлять себя дальше, доказывать, что не просто так попал в команду постоянно Постоянно тренироваться дополнительно, не только в тренировках Современный старт – это опыт плюс молодость Начинающих профессионалов в бой поведут уже состоявшиеся игроки Например, Алексей Киселев в предстоящем сезоне обязательно разменяет вторую сотню голов за старт На данный момент в форме нижегородской команды он уже наколотил соперникам 96 мячей И на новые рекорды хоккеиста подтолкнул, кто бы мог подумать, футбол Получили заряд положительных эмоций, которые дала сборная России по футболу Она нас подтолкнула, в принципе, даже всех на новые свершения, на новые задачи, на новые цели До 10 августа старт будет тренироваться в Нижнем Новгороде Потом команда в полном составе проведет сборы на Баругвайской базе Да, именно той, где квартировался Месси и Ко Ну а в сентябре старт отправится на сборы в Швецию Там, помимо тренировок на Большом Льду, запланированы и три контрольные встречи Григорий Жигин, Алексей Захаряпин, «Спорт» – время новостей «Спорт»